Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 328. События дня. Послание святого апостола Якова, 4 глава, 4 стих. Прелюбодей и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом мира, тот становится врагом Богу. Говорит, никого не судить? Яков-то осудил всех. И пишет он послание не Нерону, пишет верующим. Верующие кто? Б, одно Б. Огромное Б, вот оно что. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Да как нет, я женился, я венчанный прелюбодеи. А почему? Не знаете ли, что дружба с миром это вражда против Бога? Он искупил нас. При счастью готовится, а не приготовишься. Вот какое есть такое еди. Где такое взяли? Если человека пригласили на какой-то важный званый ужин, допустим, даже у губернатора, не говорю про царя, как он готовится? И в откровении написано, невеста приготовила себя. И вот сегодня всякое вот это прелюбодейство, блудство, табакокурение, весь разврат в церкви. Я говорю о православии. О православии. Другие там по-своему виноваты. Никакой подготовки. Рот разевай. Главное, что причаститься. Больные умирают. Сколько абортниц причастилось, которые пятимью не понесли, будучи крещеными. Крещеное все это. Крещеное в детстве или недавно крещеное. Разве нет никакой. Прелюбодеи и прелюбодейцы. То есть это проституты и проститутки. И на это каноны есть. А на это-то духовное. Канонов-то нету никаких. Значит, допекли уже Якова. Он увидел, что не знаете ли. Как же можно было не знать. Ты невеста Христова. Я тебя брошенную. Какая ты есть, там, Иезекииль описывает. Я тебя избрал. Я тебя омыл. Я тебя одел. Дал тебя. А ты стала блудить. Вот это и есть. Разные какие-то там ищут. Кто-то в авторитеты, которые люди говорят вопреки Писанию. Всякие разные секты. Вот возник, которые... Ну, разные секты. Тысячи, миллионы. А кто из них православный? 85% я знаю. Ляли написала Баптизм. Название было книги Баптизм. Данные приводят. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Вражда это еще не как. Ну, враг. Ну, вот подходит человек. А все мирское любит. Да вот мы там, это то, другое, там, купается при всех. Прочее, ну, такое. Показывает на пляже, валяются жены священников. Едут в Турцию, деньги отдают мусульманам. Враги. Вы враги. А враг какое? Ну, какое наказание? Петемья. Это минимум, как измена. А измена государственное преступление. Карается смертной казнью. Врагом Богу. Как непримиримый к врагам рейха. Вспомните, 17 мгновений весны. Какую характеристику дают. Это непримиримые враги. Они любят все мирское. Придумали, да воскреснет Бог. Херувимскую. Поют. По театрам ездят. Верующие. Это за 4 ноября 16-го года. Мы этот эпиграф еще не один раз пощупаем. И 1 Иоанна 2,15. Это Иоанн говорит. Не любите мира. Не того, что в мире. Кто любит мир, кто мне любил очень. А на первом месте главное заповедь. Ведь проводят многие часы перед телевизором, в интернете. Всякое ненужное. И выводы-то не могут сделать. Даже если бы ненужно увидели. И тогда можно сделать выводы. А как выводы сделаешь, когда человек не отвергся себе? Он этим живет. Все мирское. Посты не соблюдают. Живут по-мирски. Мирские ходят в галстуках. Это ничего не значит. Ничего не значит масонский знак. Вы почитайте. Когда я говорил, верхнюю пуговицу застегивать надо. Ой, да еще вы смотрите. Сейчас я зарядил в интернет и увидел. Три пуговки на костюме. Но нижняя должна быть расстегнута. У всех. У всех. Вы даже не знаете от кого. Это масонский знак. Снял галстук. Верхнюю пуговку расстегнуть. Вот посмотрите. И как это выглядит. Даже не видите, что это безобразно выглядит. Или когда человек подтянутый. Войну было. Посмотрите. Какая была форма у русских солдат. Или галстук. Или расстегнутая пуговица. Это масонский знак. Это не просто так. И костюм. Как должна быть нижняя пуговица. Расстегнутая. Я впервые увидел этого Хрущева. Ну понятно. Там живот мешал. На пузыре пуговки застегивать. А другие. 1 Иоанна 2,16. Ибо все, что в мире. Похоть плоти. Похоть отчей. Гордость житейская. Не есть от Отца. Ну от мира сего. И вот похоть от плоти. Похоть отчей. Это в раю было. Это в раю было. Оттуда идет. А она сегодня так и осталась. И гордость житейская. А сегодня гордость. Гордыня прелесть. А только тех, кто с ними не соглашается. Кто не ходит. Ну говорит о том, что бизнес с церковью. Торговлю убрать надо. Все. Прелесть гордыни. Прелесть гордыни. Это не есть от Отца. Но от мира сего. А теперь смотрите. Сколько тут рассуждать. Похоть плоти. Похоть плоти. Плот чего требует. Ну послаще поесть. Бабушки чего от внуков хотят. Ну. Больше ешь. Дольше спи. Больше ничего нет. И похоть. Все разное. Везде отпускают. Молодежь одну. Да где это. Ты. Тысячу триста лет. Мусульмане. Когда отпускали дочь свою. Где-то. Какие-то экспедиции. Отдельно. С ребятами. В отдельной палатке спят. Неверующие. Но рядом жеребец. Будет он смотреть там. На твою кобылу. Что тут непонятно-то. Какой-то ролик есть. Такой. Про подводников. Там. Операция. Нижняя юбка. Кажется. И вот как он оборщал женщин. Посмотрите. Зачем это нужно. Это все оттуда идет. И гордость житейская. А гордость что? Богатая. Меня признают. Вот все надо. Чтобы красивое было. И платят деньги. Где век не надо платить. Ни копейки. Ни копейки. А вот у всех так. И я это сделаю. Все ощущают. Кропиящие еще. За котенка платят. Там. За собачку какую-то платят. Мастип этот. Китайский. Миллион триста тысяч. Триста тысяч долларов. Заплатили за одну собаку. Это ладно. А человек. Не нуждается в этом. Собака. Она. Даже дворняжка. И та хорошо лает. Кошка. Любая рыба. Мышей ловила. Они деньги платить будут. Это гордость житейская. Друг перед другом щегольнуть. Как Солженицын говорит. Соберутся начальники лагерей. И хвалятся. А у тебя кто в бане? У меня профессор. А у меня академик. Вот. Похвалились. Иоанна 15-19. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. И вот интересно. Недавно в интернете встретил. Сидят и разговаривают. И о чем? Обо мне. Ну, на величии это Игнатий Тихонович. То другое. И тот, а я знаю его. Он говорил, работать не надо на государство. Я говорил, ну покажи, где я говорил. Ну, хотя бы один раз. Где конкретно? Где я говорил, где не работать? Когда он самого у меня 35 лет стажу государственного. Ну, он-то притом знает, что врет. Ну, а ты-то слушаешь, зачем? И поэтому вот интересно. Я еще хотел сказать тут, что как бог метит шельму. Есть такая поговорка. Вот человек даже не думал ничего. К нему эта кличка прилипнет. Назвали его Навал. Навал. И вдруг появляется Навальный. Что это, случайно или какая-то связь? А Навал что означает? Безумный. Ну, считайте, когда он там гулял, напился. И слух Давидовых оскорбил и выгнал. И Давид шел истребить у него все. И это не случайно. И прозвища какие-то где-то даются. Это тоже Библия об этом неоднократно показывает. Что означает, бывает одна буква в имени. Человек вот он знает. Ну, теперь посмотри. А с тобой этого нету. Как один. Ну, вообще-то принято так. От Адама. Виноват не я, а Ева. А Ева там тоже испачкала себя. Не я виноват, а виноват змея. А змея-то в траву уполз. С ним разговора нету. Его даже и не наказывает уже Господь. Он так наказан. Ему... С ним разговора нет. Он уже знал, он с неба свалился, а теперь в змея вошел. Он во что угодно входит. И в свиней войдет, и в людей. Ну, и теперь это-то ты знаешь. Ты прикидывай, откуда у тебя мысли. Кто в тебя вполз. Попробуй молчать. Где-то ответить. Я работал, получал 40 рублей. Никогда не было. Минимальная оплата в Советском Союзе была 72 рубля. И точно знать, что мне работать не давали нигде. На государственной работе принимали только в своем районе, во вневедомственной охране, в милиции. И в наглую сидит, как говорится, порет в глаза. Другой уши развешивает, слушает. Слушай, ну не было даже ни одного. Но в то же время это приятно, что за мной они ничего не знают. Нету. Нету. И поэтому придумают. Ну, покажите, где 42 рубля, где? Покажите. Где я говорил, нельзя работать на государство. Мне не давали работать, но я не сидел. Тренья я работал, печи клал по людям, да. Это мой труд. А почему? Оправдать свое. Видите, вдруг на этом человеке появляется надпись. И какая надпись? На немецком языке. Он знать не знает. Я встречал это в интернете. Но он винит другого. А на надписи написано «Я-Говно». И пальцем внизу. А виноват ты. А виноват ты. Вот это да. Я это спросил. Может, я неправильно перевел. Позвонил в государственный университет, гуманитария. И преподаватель немецкого языка ответил. Да, это такой перевод. А сегодня человек из Германии. Я знаю хорошо немецкий язык. Да, действительно, это так. А ты виноват. И ты должен, как бы, то, что я такой-то из-за этого там. Шульде. Вот. И беньшайся. И он даже не знает, что наделся. Сам себе показал. А почему? Столько лет быть верующим, блуждать по разным сектам, прийти в православие, не соблюдать ни посты, ничего, пить, курить, материться. Ну, неужели непонятно, что тебя Бог метит уже, как говорится, шельму. И тебе показывает, кто ты есть. Ну, теперь вдруг не покайся. Это нежно тебя натягивает, эту одежду с надписями такими. А тогда никакой не надо надписи. Там, в каждый дом Евангелия, это проповедь. Ну, то есть, мозги проблужены. И человек пьет. Я считал, не могу, сам не считал, но говорю. После каждого питья 750 тысяч клеток отмирает в человеческом мозгу. Это Жданов Владимир Георгиевич. Ну, главное, против алкоголя боролся. Борются ли? Вот об этом говорит. И дальше. Я передал им слово твое. Слово. И мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Ну, это понятно. А при чем передал? Да они изменились, они не такие. И когда православным не дали Евангелие, не переводили, не было. А теперь мутьят в воду, перевод неправильный. Десять слов изучат на каком-то языке, по словарю при том. И вот начинает оно, переведено неправильно. Русский перевод синодальный 1876 года. Один из самых лучших, или, может, самый лучший в мире. Это не один Мартин Гютер переводил. Четыре духовные академии. В синоде было, там в течение месяца, кажется, три дня присутственных. Я не могу сказать, в неделю, там, или в месяц. Три дня, которые можно было, видимо, там. И один день посвящен был специально проверке знатоками перевода. Я говорю, с Александром Менем беседовал. Еврей с оригиналом работает. И когда я сказал, вы можете приведить, как вот Хвольцин, переводчик, Давид Аврамович, он отшатнулся от меня. Да вы что? Да нет, конечно. Это люди, это крещеные евреи, Хвольцин. А Герасим Петрович Павский, тот писал учебники для школ еврейских. Ну, понятно. И сегодня, вот там неправильно, тут неправильно, тут неправильно. Так они сверяли с текстом латинским, с греческим, с арабским. И как это слово истолковали святые отцы в своих проповедях. Ну, даже слушаешь и смешно. Ну, что тут говорить-то? Это, ну, даже не о чем говорить-то. Русский синодальный перевод лучше. Его, этот перевод, он в руках у католиков, когда с русскими работают. У всех сектантов, не считая лжесвидетелей под именем Иегова. Не любите. Я передал им слово твое, потом возненавидел, все. Держите в руках Библии, синодальный перевод русский. Ну, вот ролик составленный. Найдите. На него наставьте вот так вот контур. Контур, вот здесь вот левая нижняя кнопка. Вот ее нажмите, а потом на это ставьте курсор. И оно сразу выйдет. Она меняет все. Тут я нажал, а теперь, вот видите, какая она стала. И она уже сразу его открывает. Вот посвящается всем ушедшим из православной церкви. Можно больше всего бояться. Вот так. И пластик. Ну, я просто показал, как. Как меня научил тут Володя Пащенко, я не знал. А он показал мне. Ну, и теперь дальше считаем. Вот у нас здесь есть. Неужели нужно собирать собор, чтобы обличать столь явную погибель еретиков? Как будто никакая ересь никогда не была осуждена без созывания собора. Тогда, как напротив, известны весьма немногие ереси, для обличения которых открывалась такая необходимость. А многие, при том большее число, где являлись? В тех местах и подвергались справедливому обличению. И уже оттуда давалось это известие всем прочим церквам для предостережения. Вот как это из истории церковной. Когда ереси возникают в церкви, а еретики никогда в еретики не говорят. А почему? Так они в еретики. Все, что за то, что я называю католики, православные, грегальные армяне, копты и сирийцы. Все, что за гранью этого, все это ересь. Ересь. Погибель. Порча. Порча. Порча бороды, бороду, края бороды портит. А я ее брею, у меня края бороды нет. То есть, дурит, кривляется, паяц, клоун. Фигляр. Когда ереси возникают в церкви, они не сразу признаются таковыми всеми верующими. Вот было, считаем, Дионисия Александрийский. Время, говорит, такое было, Киприян Карфагенский. Настолько низкий уровень был образования, что православные, еретиков считали православными, а православных называли еретиками. Вот по отношению, мне это понятно, по отношению меня. А это не православные. Как не православные? Я показываю относительно монашества, мощей, мощей, все захоронить, с почестями прах, ты и в прах возвратишься. А монашество? Монашество не евангельское устроение. Даже идти по всему миру. А не так, что я запруся, буду там иордание себе разное строить, нарочничное, Новым Иерусалимом называть. А ко мне пускай идут, это в затпитки идет уже вся история. Я ничего не говорю, кроме во свете Библии. Когда ереси возникают в церкви, они не сразу признаются таковыми всеми верующими. Некоторые видят обман сразу, а другим нужно больше времени для изучения вопроса. В этот начальный период мудро давать время для открытых дискуссий перед тем, как наложить решение, обязательное для всех. Однако этот совещательный период не может продолжаться слишком долго. Иначе слово их еретиков, якорак, будет распространяться. 2 Тимопея 2,17. И главное, глава от стиха, запятой, это уже православное. Двоеточим делается. Двоеточим запятой. А стих от стиха, 17 и 19 стих, как будете, тоже запятой. Ну как это, глава от стиха и стих от стиха. Вот стих от стиха, если они не рядом, запятой. От стиха, от 17 до 19, через тире. А глава от стиха всегда только двоеточим. И приведет большее число людей к духовной смерти, кроме того, как только ересь осуждена в одной части православного мира. Необходимо, чтобы другие части отвечали поддержкой своих братьев по вере. Таким образом, проявляя единство церкви и укрепляясь свидетельством против врагов истины. Вот как написано. Обросил и пишет. Доброго здоровья, Женя Стивенович. Получил ваши книги. И теперь с большим воодушевлением начинаю изучать их. Молю Бога, чтобы открыл мне ум для разумения всего, что в них написано. И благодарю вас за труды. Интересно. Вот делают ссылки какие. Кто тут? Ребекка. Жаль, что нет функции. Поднятая рука. Чтобы знать, кто хочет что сказать. Это на занятиях по скайпу. На самом деле такая функция есть, отвечает видимо. Вы обращаетесь к ведущему. Можно сказать, руку поднять. И ведущий, и все знают, что вы хотите что-то сказать. Без разрешения ведущего говорить не следует. Иначе возможен сбой программы из одновременного включения нескольких микрофонов. Микрофоны лучше держать выключенными. Слушайте внимательно. И включать только тогда, когда хотите сказать слово. Вопросы задавать можно через час после начала занятий. Да, порядок такой. На вопросы отводятся последние полчаса. А остальное время посвящено исключительно Библии и толкованию Блаженного Финлахта Болгарского с комментариями на сегодняшний день. Чтобы Писание заговорило с нами. Аминь. Сергей Пупков говорит. Он ведущий. Слишком много микрофонов одновременно работало. То есть, все время отрывалось. На четыре части разорвали занятия. Надо включать только тому, кто говорит. Иначе перегрузка канала, наверное, отвечает. Это вполне возможно. Вот, которые здесь сказали. Сергей ведущий, он робкого десятка, можно сказать. Бывает, кто-то бузить начинает. Видно, что троллит. Ну, закрой его и все. Ему это не надо совсем. Он утонул в грехах. Если пьет, у него в мозгах-то ничего нет. Только, как говорится, шкура на черепе натянутая. Но выключи его. Он все портит. Он уводит в другую сторону. Он не может по-другому быть. Это сосуд дьявола. И он им вертит, как хочет. Кто бы это ни был, предупредил его раз, и на этом все кончено. Сергею делаю замечание. Надо быть, раз ты взялся за это, будь строгий. Почему? Потому что он лидер здесь. А у лидера должно быть шесть качеств. Первое воображение. Второе знание. Третье умение. Четвертое решительность. Пятое беспощадность. Шестое привлекательность. Вот пятое качество. Беспощадности у него нет. Беспощадность к разгильдяям, к мешающим. Нам необходимо с ними чем-то заниматься. Он заходит сегодня. Ну, обыкновенное что-то. Ролик нормальный. Там ничего нету. Ребятишки стоят и прочее. Матерками гонят и все. Просто ужасно. Ну, что с ним делать? Что делать-то? Ну, понятно, что он зашел ко мне во двор материться. Я его выправдил отсюда. И на этом все. На защелку и закрыл. На замок, к ворота. Так и здесь. В черный список и выкини его. Иначе ты будешь отвечать за отравление душ других. Которые пришли к нам в гости. Так. Ну, и посмотрим, какие наши ресурсы. Изменения какие. Вот. Первое. Это у нас любимый мой мир. Вот тут 20555 фото. И видео тут у нас 4660. Нет. 4691. 662. Нет. Это друзья. Видео. 4691. Подсказка неверная. Виноват. Тебе бы кулаком в боксе сейчас попадали. В заключение. Ну, вот. Сегодня какие я выставил на ютубе и сюда. Я что-то забыл, как ролики ставить на форум. Кто знает, подскажите мне. Вот наш форум. Вот он. И здесь раньше я ставил много-много роликов. Да, давно не ставил. То ли убрали эту... Что тут? Наверное, убрали, как можно было. Рычаги-то эти я нигде не нахожу. Не знаю. Искал, искал. Плохо ищу, видимо. Вот. И третий у нас. Это наш православный видеоканал, открытый локом во свете Библии. Вот. Сегодня я поставил. Некоторые приходят к нам постоянно, видно. Вот. Златоусты считает, Игорь. Девять человек. Сколько? Два часа. Тут 52. А тут 50. Ну, приходят маленько-то. Смотрят. И видеоканал. Это во свете Библии. Сайт. Сайт. Здесь это самое богатое. Из четырех вот этих ресурсов у нас это самый богатый. Вот книги насчитаны, аудио. Все наши книги. Вопросы-ответы. Вот это вот идет. Это самое ценное. О. 55 позиций папок. На форуме, на этом, на видеоканале у нас пять тысяч двести шестьдесят четыре подписчика. Просмотров. Четыре миллиона триста семнадцать тысяч четыреста шестьдесят шесть. Система занесла нас в СМИ. То есть это несчастные уже так. И поэтому надо все правила знать. Стараешься знать. Но бывает где-то и промажешь. Что вчера у нас было здесь на месте. Приехал Роман Малыш. Я вчера говорил уже. И вчера он уже здесь купил машину себе. Видимо, поддержанную. Ну, две ведущие. И они с кем приехали с Вячеславом. Уехали в Потеряевку. А эта машина осталась здесь, чтобы проскочить туда. И Роман свою машину там она уже была привезена. Продает. Чтобы тот товарищ торопится. Я очень не хотел, чтобы поехали. Надо два дня будут морозы. Десять одиннадцать градусов. Небольшой. Но чтобы промерзла дорога. Иначе они утонут. Ну, под снегом-то она там. Там же она не промерзла, земля. И они могут. Среди ночи поехали. Я говорю, куда поедете? Ночью ничего не видать. Там же поземка метет. Дорога сравнивана. Дороги вообще не видно нигде. И ты не знаешь. Один раз проезжал. Куда поедете? Среди ночи. А там когда съезжаешь. И там какая-то низина. И телефон не работает, не достает. Видимо, ниоткуда вышка ни одна не касается. И ты куда поедешь? 16 километров. Вилять по разным околкам. Тебе не доехать. И вообще машина тобой не испытана. Товарищ, да, это уже. Никогда бы не поехал. Рискованно. А я Игорю позвоню. Игорь среди ночи поедет. Тоже не видно, где дороги. На тракторе. Вас вытаскивать. Когда заранее знаете, что зима. Это, я считаю, не годится. Во-первых, зима. Холодно. Застрял. Что с тобой будет? Второе. Машину купил первый день. Даже не ездил на ней. Подержанную. Ты не знаешь, что будет. Дальше. Снег не застывший. Ты можешь провалить, а то другое. Дальше. Трудность. Там связи никакой нет. И не позвонить, ничего. Что вы будете делать? Вышел, уже нет. Уже уехали. Вот. Уехали. А машина осталась здесь. Я покажу сейчас машину. Что машина стоит на месте. Вот. Смотри. Две с половиной минуты. Вот она машина. Дальше видать. Вот она, где машина стоит. Вот она. Это колоннаж Паводова. Машина стоит. Две с половиной секунды. И уже видно, что машина наблюдает. Какое удивительное дело сделали. Ну, а остальное еще сижу дома. Забота о кошках. На улице собаки. Воробьи, жуланы, сороки. Всех покормить надо. Насыпать. И голуби. Все. Во славу Божию. Пожалуйста.